Один из заключительных этапов производства электронных приборов и микросхем герметизация их корпусов. Способ сварки при этом определяют по источнику нагрева. Электрическая дуга, микроплазменная дуга, электронный или лазерные лучи. Электродуговую сварку производят электрической дугой, неплавящимся вольфрамовым электродом в защитной инертной атмосфере. Для возбуждения дуги служит осциллятор, высоковольтный, высокочастотный генератор импульсов. Короткая дуга с острого электрода исключает ее блуждание по поверхности детали. Достоинство аргонно-дуговой сварки в простоте и доступности. Ею можно соединять однородные и разнородные металлы и сплавы. Разновидность электродуговой сварки микроплазменная. Осуществляют ее плазменной дугой, получаемой в специальной горелке-плазматроне. Принцип работы плазматрона следующий. Между вольфрамовым электродом и охлаждаемым соплом-анодом возбуждается вспомогательная дуга. Вспомогательная дуга вытесняется из канала сопла давлением плазмообразующего газа. Она необходима для возбуждения основной дуги. При контакте вспомогательной дуги с изделием зажигается основная электрическая дуга. Изделие в данном случае служит анодом. Для предохранения металла от окисления во время сварки через дополнительное сопло к месту соединения подают защитный газ. Шов получают монолитный и равномерный. Сварка алюминия в таком режиме невозможна. Тугоплавкая окисная пленка препятствует слиянию кромок в общую ванну. Но при перемене полярности тока, когда изделие служит катодом, а электрод анодом, удаление окисной пленки возможно катодным распылением. Однако такой режим ведет к разрушению вольфрамового электрода. Чтобы избежать этого, сварку деталей из алюминия нужно производить переменным током. Такой режим сварки отличается тем, что часть времени горит дуга прямой полярности, а часть времени обратной. При обратной полярности происходит разрушение окисной пленки, а при прямой образование сварочной ванны. Образуется прочный, однородный шов. Для получения узких сварных швов, при надежной защите свариваемых деталей от взаимодействия с окружающей средой, применяют электронно-лучевую сварку. Сварочная установка состоит из электронной пушки, магнитных, фокусирующих и отклоняющих систем, объединенных в электронно-оптическую колонну, системы электропитания, вакуумной камеры с вакуумными насосами, и рабочего столика с механизмами перемещения. Источник тепла это остро сфокусированный поток электронов, ускоренных в электрическом поле. Он может быть непрерывным и импульсным. Тепловыделение можно регулировать, изменяя длительность и частоту импульсов. Электронно-лучевая сварка отличается чистотой технологического процесса, что особо важно при изготовлении электронных приборов и деталей сложной конфигурации. Кратковременность теплового воздействия обеспечивает незначительные нагрев и термические деформации деталей. Лазерная сварка по сравнению с электронно-лучевой обладает рядом особенностей. Носителем энергии здесь служит не электронный, а фотонный пучок. Мощные световые потоки когерентного излучения рождаются оптическим квантовым генератором. Система накачки обеспечивает облучение активного элемента световой энергией. Здесь она преобразуется в монохроматическое излучение. Зеркала линзы формирует почти параллельный световой поток. Часть его выходит через полупрозрачное зеркало и фокусируется оптической линзой на стык деталей. В лазерной сварке отсутствуют механические и электрические контакты между источником тепла и деталью. Световую энергию можно передавать через прозрачную среду и выполнять сварку в труднодоступных местах. Сварочная лазерная установка КВАНТ-10 работает в импульсном режиме. На установке КВАНТ-15 производят шовную сварку. Достоинство лазерной сварки делают ее предпочтительной в производстве микроэлектроники. Полупроводниковые приборы и микросхемы широко используют в вычислительных устройствах, роботостроении и во многих других областях науки и техники. КВАНТ-15 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 Продолжение следует...